Всем привет! Сегодня прошла ровно неделя после родов. Это означает, что этому малышу уже неделя, так время быстро идёт. И сегодня у нас в планах пойти к врачу, к педиатру детскому. Мы уже были два дня назад. Я в прошлом влоге говорила, что подозреваю, что у Джона желтуха, и мои опасения подтвердились. Врачи сказали, что у него желтуха. Взяли анализ на белорупин, и показатели были 13,8. Сказали, что это высокие показатели. Нужно будет прийти сегодня, перестать анализ. Если белорупин повысится, то придётся ложиться в больницу. Ну, с этим уже ничего не поделаешь. Как бы здоровье малыша у нас на первом месте сейчас. Я сперва с таким сталкиваюсь. У старших деток не было желтухи. Ни у Иоанна, ни у Еля. Это для меня впервые. Также сказали, что он потерял в весе. Он родился 4200. И два дня назад его взвешивали, сказали, что 4100. При этом его взвешивали в лёгком бодике, в пелёнке тоненькой. И на весах было 4300. И медсестра отняла 200 грамм за счёт одежды. Но я не думаю, что там лёгкий бодик и тоненькая пелёнка будут весить 200 грамм. Сегодня я сама его попытаюсь взвесить. Только в лёгком бодике, без пелёнки. Посмотрим, сколько он весит. Я за потерю веса не переживаю. У меня и Иоанн терял в весе. И Елька терял в весе первое время. Но потом они набирали. Меня даже ругали за то, что я перекармливаю. Так что сегодня в больницу поедем. Всё узнаем. Я буду держать вас в курсе и возьму вас, как обычно, с собой. Ещё в прошлом видео я говорила, что возьму себе в руки и буду потихоньку приходить в форму. Так вот, неделя после родов. Я ещё не взвешивалась. Сейчас буду взвешиваться. Пока что у меня есть бока. Живот тряблый. Если опустить шорты, то вообще... О, боже мой. Но живот, скажу вам, меньше, чем во второй раз, когда я родила. У меня вот такой вот живот был ещё очень долгое время. Сейчас, в принципе, вот так вот обстоят дела. Мне нужно сбросить сколько. Я набрала за беременность 15 килограмм. 15,5 даже. Сейчас проверим, сколько же я потеряла через неделю после родов. Я почему-то ожидала увидеть другую цифру на весах. Думала, я килограмм 60, не больше. Ну да ладно. Можно будет сбросить ещё 10 килограмм, чтобы вернуться в допеременный вес. Но я буду опираться не только на цифру на весах, но и на состояние своего тела. В прошлый раз у меня восстановление полностью. Заняло полгода. В этот раз посмотрим, сколько займёт. Хочу снова носить свои старые джинсы, шорты, юбки. И, в общем, пока что в свои джинсы я ещё не влазью. До этого ещё долго. Поэтому всё у меня сейчас, как видите, на резинке. Да, что старший брат проснулся. Да, ляля твоя. Твой братик спит. Сына. Ой-ой-ой. Радостный. Проснулся с хорошим настроением. Сына. Выспался? Это ляля. Это твой братик. Скажи ляля. Ляля. А на корейском скажи ага. Ага. Только не надо его трогать, хорошо? А то он проснётся, да? Будешь трогать его, когда он не будет спать. Да, ляля. Ляля. Ага. Ага. Пока ещё не понимает, что за маленький человечек у нас в доме. Аккуратно упадёшь. Там подушечка мамина. Да. Да, ляля. Смотри, ну не трогай, хорошо, сына? Да? Пускай спит. Да? Пусть спит. Пойдём? Пойдём? Не хочешь уходить? Давай, маме, ручку пошли. Маме, тебе вкусняшку дам. Ням-ням. Ой-ой-ой. Опасно их двоих оставлять. Поэтому, когда Джон спит, я закрываю дверь его в комнату. В нашу комнату. Чтобы Эль вот так вот не залез на кровать, мне что-нибудь с ним не сделал. Ага. Да. Ага. Это братик. Ляля. Ага. 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 Вот что приготовила помощница. Разные пончаны, закуски, супчик, рис. Как всегда, огромная порция риса. Ким, водичка. И у меня тут на фоне дорамка. Увидимся в девятнадцатой жизни. Или увидимся в следующей жизни. Как-то так называется. Я уже на девятой серии. Я тут кормлю Джонечка. У меня помощница принесла персик. Прям в постель. Блин, здорово. Жалко, что это удовольствие скоро закончится. Ну, как скоро. Поможет у нас понедельник, а сегодня четверг. Всего она у нас будет две недели. Суббота и воскресенье у нее будет выходной. Так не хочется, чтобы это удовольствие заканчивалось. За тебя убираются. Смотрят за малышом, чтобы была возможность поспать, полежать, отдохнуть. Готовят, моют посуду, стирают, складывают вещи. Остается их просто разложить по шкафам. Эх. Покайфую. И потом снова включусь в режим мамы, домохозяйки и жены. Ну все, сейчас мы собираемся поехать в больницу. Я поеду на машине. Я уже ездила на ней, получается, два дня назад. Был небольшой страх парковаться. Но, в принципе, у меня нормально получается. Несмотря на большие габариты машины. Только что были на приеме у педиатра. Она сказала, что билирубин повысился. Дал 14,5. Два дня назад был 13,8. Она дала нам направление в большую университетскую больницу. Сказала ехать туда и там проходить лечение. Мы приехали в больницу. Третья очередь. Очередь никак не продвигается. С тем ждем. Это, кстати, больница, в которой я приехала на тридсторонители беременности. Тоже очень долго ждала. Больше двух часов. И я просто не дождалась, уехала в другую больницу. В этот раз тоже думаю, что мы тут просидим к минимуму до вечера в очереди. Мы с Джоной ждем врача. Прождали в очереди в коридоре. Где-то около полутора часов. Нас завели сюда. Здесь хотя бы есть кровать. Правда, я держу Джону на руках. Тут еще рядом женщина. Не знаю, что с ней происходит. Она очень сильно кричит. Страшно, так? Только от ее криков. Ну вот, блин, как тут не злиться. Мы в больнице с часу дня. Сейчас у нас уже полчетвертого. То есть мы два с половиной часа ждали. Изначально, когда мы приехали, мы сказали, из-за чего мы приехали, что у ребенка желтушка. Сказали ждать. Мы ждали, ждали, ждали. А в итоге нам сказали, ищите другую больницу. Здесь мы не лечим желтушку. Здесь нет такого аппарата с ультрафиолетовыми лучами. В большой университетской больнице, представляете? Я сейчас такая злая. Мой муж очень злой. Я ему позвонила, все рассказала. Позвонила свекрови, ей все рассказала. Они очень злятся. Почему? Потому что нас заставили ждать столько много времени. И напрасно. Сказали, вам нужно ехать в другую больницу. Но зато сказали, что подыщут какую. Мы очень долго ждали, но все-таки получили направление в другую университетскую больницу. Там нас должны принять. Там уже предупредили, что мы к ним приедем. Заехали сейчас домой. Я начала собирать вещи. Джунечка заплакал. Я его взяла, все бросила. Практически все у меня собрано. Здесь вещи и Джуна. Там вещи мои, плюс подгузники. Взялся во много одежды на всякий случай. И помощницу мы отпустили домой. Муж уже приехал. Сейчас мы с ним и с Джуном поедем в больницу. Муж уже приехал. Муж уже приехал. Всеoriginalся. И в younger��고. Огруш rag Ohасс... и я хрустансoga тоже такой. П Greeks вот так вот и... Ага. Та же самая история. Кто-то постоянно ругается, матерится. Да, а нам это нужно слушать. Нам сказали, что Джуна положит в больницу без меня. Родителям нельзя с ней. И мне не нужно. Как такого маленького оставить одного? Понимаю, он будет под присмотром медицинского персонала, но все же. Такой малыш. Он так часто плачет. Кто будет носить его в руках, успокаивать его? Амин сладкий. Маленький еще. Ну, как такого маленького малыша оставить одного? Ну, он только родился. Ну, всего неделька. У него уже и в жопе поковырялись. Извиняюсь, в попе. Дважды. И тест на коронавирус. У него взяли вот такого малыша. Он так плакал. Сейчас я его успокаивала. Ему нельзя кушать. Нельзя ей будет давать ни грудь, ни смесь. Вообще ничего. Он скоро проснется голодный. Я не могу. Я знаю, что я должна быть сильной. Ради малыша. Но я так за него переживаю. Мамин маленький. Мамин маленький. Мне дали дописать письмо. И джунчику. Сказали, так же можно принести фотографию семейную. А у нас даже еще нет этой вообще фотографии. Его забрали уже. Я смогу увидеть его только завтра. Всего лишь два раза в день. По полчаса. Мне разрешили приносить саженное молоко. Буду саживать, забораживать. Приносить каждый день. Мечтара. 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 мы уже дома забрали детей они были с бабушкой на работе она их забрала из садика и была с ним пока мы освободились я бы с радостью в больнице но по правилам нельзя я ничего не могу поделать тем более у нас что такое нельзя драться что это такое я садила 200 миллилитров с обеих сторон заморожу и завтра перед вами джунчику